В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127.7 Конституции СССР полномочий президента Союза СССР к вице-президенту СССР Енаеву Енадию Ивановичу в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего государства, исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик, руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, заявляем. В соответствии со статьей 127 Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости... Там кто-то требовал, да? Откуда стало вообще понятие требовал и советский гражданин? Советские граждане никогда ничего не требовали. Все, кто чего-то требовал, убили в ГУЛАГах. ...самых решительных мер, как вы понимаете, никаких широких слоев населения, которые просили бы о решительных мерах, не было. По предотвращению сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечению законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 авгу. Сползания, у вас такие претензии к Майдану, а про путь, вот вы это все знаете? Особенно те, которые сейчас ходят и говорят, а Майдан, а Майдан, а Майдан. А я говорю вам, а путь, а путь, а путь. Расскажите про путь. 6 месяцев чрезвычайного положения, танки, раздавленные люди. Назовите, сколько людей раздавили ваши танки. Кого раздавили? В чем виноваты были эти люди? С нотками кокоса. Скорость была такая, развитие событий там еще. Я напомню, что в марте месяце были вот эти много сотен тысячные демонстрации в Москве антигорбачевские. И они, как и чиписты, ну, Баклана, ваше каком случае, говорю, они были уверены, что Горбачев с ними. Они начали встречаться в марте, это известно из дела, из вот разговоров. Не дают, радио не дают, буду зачитывать обращение. Он начинает зачитывать обращение. Там у Белого дома уже несколько тысяч человек. Вокруг Белого дома в этот момент находится 137-й парашютный десантный полк и 106-я дивизия ВДВ под командованием Лебедя. С этой фигурой вы еще встретитесь в российской истории в 93-м году, и особенно в 96-м. Именно генерал Лебедь тогда отдаст ключ от победы на выборах Борису Николаевичу Ельцину. Но пока они по разные стороны баррикад. Вокруг Белого дома войска и вокруг Белого дома люди. Это жители столицы всевозможные. От заводских работников до студентов. Заметьте, вы где-то живете там в Сибири, вы даже не приехали, правда? Москва вышла, сняла Горбачева и поставила Ельцина. А Сибирь потом, да, мы тоже. В ожидании штурма, что называется. В три ряда стояло живое кольцо, там было живое цепление. И войти в него было невозможно, естественно. И меня узнала начальница секретариата Рудского. Сказала, Леша, Леша, ты что здесь делаешь? Я говорю, не пускают. Она говорит, это же эхо Москвы, ну-ка расступитесь, нахрен. Она разорвала это кольцо, одна женщина, меня протащила внутрь. На запрещение издания некоторого количества московских газет москвичи и гости столицы отвечают баррикадами. Впервые с революции 1905 года в Москве вырастают баррикады. Мусорные баки, поваленные деревья, позже будут троллейбусы. А вы говорили Майдан. А потом совсем появятся бетонные противотанковые надолбы. То есть Москва строит баррикады. Москва такого не видела с 1905 года. А в эту ночь к зданию Белого дома пришло еще больше москвичей. Господин Медведев настолько удачно снял сюжет. Это не тот Медведев, который будет президентом России. И этот Медведев будет всего-навсего пресс-секретарем Бориса Николаевича Ельцена. Борис Николаевич помнил добро. Ну 70 тысяч. Ну 100 тысяч человек. Слушай, альфа прошла бы. Вот я разговаривал с ними. Раскидали бы там. Даже не убили бы никого. В Белом доме поубивали бы. А тут раскидали бы, да? Ну, может, кого и убили бы. У дома плотное кальцио-баррикад. Белый дом готов обороняться. Что делает ГКЧП? В районе 11 утра появляется очередное заявление. У Москвы появляется военный комендант. Его фамилия Калинин. В Москве объявляется комендантский час. То есть люди должны оставаться в своих домах с 23 часов до 4 часов утра. На улицу выходить запрещено. В Москву патрулирует милиция. Бутылку с зажигательной смесью. Усов не удержался на ногах. Офицеры начали, солдаты и офицеры начали предупредительную стрельбу. Одна из пуль попала в него. С брони спрыгнули солдаты. Подхватили его за ноги. Машина двигалась, двинулась дальше. Начала выезжать из тоннеля. На выезде из тоннеля она уперлась в баррикады. Уперлась в толпу людей. Рядом стояла пьяная женщина, которая могла попасть под гусеницы. И ее вытащил, отдернул от двигающегося БМП. Ее отдернул молодой человек. Молодого человека звали Комарь. И машина БМП задела его, раздавила его насмерть. А Кричевский попал под беспорядочную стрельбу, которая началась с других боевых машин. Это две разных версии. Они друг другу особо не противоречат. Потому что начавшиеся впоследствии судебные разбирательства оправдали экипаж БМП. Они были на службе. Они исполняли приказ. Они ввели предупредительную стрельбу в воздух. Короче, прощение. Вот это все произошло в Москве. Вы, наверное, забыли, как делать. Мы если бы говорили с москвичами и задать им простой вопрос. Помнят ли они три этих фамилии? Комарь, Кричевский и Усов. Кем были эти люди? Чем они занимались? Чем они известны? Вам говорят о чем-нибудь фамилии Комарь, Усов и Кричевский? Мне нет. Нет. Нет, нет. Короче, россияне, был путь, были жертвы, был государственный переворот. В чем вы вините Украину, я не понимаю.